Здравствуйте! С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата на телеканале Самара Гиз. Всех приветствуем, всем желаем хорошего настроения, несмотря на погоду, несмотря на какие-то, может быть, мелкие проблемы, мы всегда с вами и всегда, может быть, рады вас удивлять, радовать какими-то удивительными гостями, новостями, событиями, ну и, в общем-то, приглашать всех в студию сюда в универсальный формат. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам по телефону 202-11-22. Сегодня можно будет задавать вопросы нашим гостям, а гости у нас сегодня понаехали не только из Самары, но и из Тольятти. Так что, если вы из Тольятти нас смотрите, вам большой-большой привет. Давайте зовите всех-всех-всех своих знакомых к экранам, будут ваших земляков совсем скоро показывать. Ну, а я же хочу обозначить тему нашего сегодняшнего эфира – это «Поколение добра». Именно так звучит смена молодежного форума «Иволга» в 2015 году, потому что сначала это была технология добра, и как-то масштабно технология превратилась в «Поколение добра». Чем занимаются ребята с этой смены, какие проекты они реализуют, совсем скоро будем выяснять. Также хочется вам напомнить, что мы сегодня в эфире разыгрываем пригласительные билеты на такой вот премьерный фильм. Называется он «Дедушка моей мечты», не иначе. И два пригласительных, каждый на два лица, будем сегодня в течение эфира разыгрывать. Так что, если вы не смотрели, очень хочется посмотреть. Вам в помощь ваша интуиция, потому что вопросы будут именно на интуицию угадать. Так что давайте М202-11-22. Ну что, давайте будем знакомиться с нашим первым гостем. Это Алексей Транцев, руководитель инклюзивного клуба «Добровольцев», координатор инклюзивного городка на молодежном форуме «Иволга-2015». Леша, добрый день. День добрый, рад быть у вас в гостях. Ну, это здорово, что вы соглашаетесь всегда приходить к нам в эфир в студию. Леша, как дела? Все хорошо? Работа идет? Все отлично. Лето, «Иволга» потихоньку подошла к концу. Время новых проектов, которые можно пока медленно готовить, делать, оттачивать. В общем, отдыхаем и потихоньку уже включаемся в дальнейшую работу. Ну, ты первый раз был на «Иволге» в этом году? Нет. В прошлом году, в 2014-м, я ездил как эксперт и как участник конвейера проектов. Был я там один день, без ночевой, но с форумом удалось познакомиться, посмотреть. Так что, пожалуй, мне есть с чем сравнивать. В этом году ты был от и до? В этом году я был от и до. Я приехал на день раньше, чем все участники, занимался инфраструктурой, занимался своим инклюзивным городком и уехал после того, как уехал последний участник. Так что от и до отстоял свою вахту. Но ты не пожалел, что поехал? Нет. Это действительно прекрасный, интересный форум. Он проходит на Мостряковских озерах. Там на фестивальном парке я был не в первый раз. И, честно говоря, не думал, что это место довольно красивое, интересное, чем-то еще меня может удивить. Удивило. И Волга проходит очень здорово, сравнимо даже с крупнейшими форумами страны. Таврида, Селегер, Территория Смыслов. Ну смотри, ты был как участник или все-таки как уже больше руководитель, организатор? Нет. Я был как руководитель площадки «Инклюзивный городок». Это площадка, которая обеспечивала комфортное проживание и деятельность молодежи с инвалидностью с территории ПФО на Иволге. Всего у нас было 19 человек, 19 участников, включая ребят с самыми тяжелыми форумами инвалидности, которые у нас были на разных сменах. Всего они участвовали в шести сменах, в том числе и смена «Поколение добра», как самая популярная из них. Скажи, было ли страшно, что там поймут, не поймут, встречать ребят тоже, может быть, с какими-то проблемами со здоровьем? Как это было? Ты боялся чего-то? Честно говоря, да, было страшно. Наверное, стоит пояснить ситуацию, что Иволга в этом году стала первым межрегиональным форумом, где была такая площадка, в принципе, в стране. То есть ты первооткрыватель такой своего рода, без скромности, если вот такой. Ну, эту технологию мы опробировали в том году на всероссийском форуме «Селигер». Мы делали там подобную площадку, делали безбарьерную среду. Тогда это был, пожалуй, еще больший риск, поэтому там была группа из Москвы для людей с инвалидностью и группа из Самары. А в этом году мы решили сами адаптировать свой собственный форум, уже не ориентируясь на Москву, на их ресурсы, технологии и возможности. Особенно, как хочется, да, чтобы было для себя. Абсолютно. И на мой взгляд и на взгляд участников, кто был и на «Селигере» в том году, и на Иволге в этом, у нас получилось даже лучше. То есть можно же этим гордиться? Да, абсолютно. В принципе, это очень удивительно. Мы обязательно посмотрим фотографии, потому что Алексей подготовил их к эфиру. Напомню, телефон 202-11-22. Хорошего настроения хочется вам всем пожелать, и оно будет еще лучше, если вы выиграете наш подарок. Это сертификат на двоих в «Киномечту», «Мультиплекс Киномечта» вас приглашает посетить премьерный фильм «Дедушка моей мечты». Такая вот гротесковая комедия семейная, поднимающая извечный вопрос о том, насколько мы зависим от материального благополучия. Ну и, собственно, вдруг, если оно внезапно обрушивается на нашу голову в виде такого вот «Дедушки». Дедушку непонятно, сейчас не разглядеть, но все же вопрос мой номер один. Кто же сыграл роль дедушки в фильме «Дедушка моей мечты»? И три варианта ответов вам. Леонид Якубович, Александр Самойленко, Михаил Светин. Билет в кино на двоих «Киномечту» на этот фильм вам достанется. Кто же сыграл дедушку в фильме «Дедушка моей мечты»? Если знаете, если угадаете, звоните 202-11-22. Леша, ну вот инклюзивный клуб добровольцев, как у него сейчас дела? Чем вы занимаетесь, может быть, или пока отдыхаете тоже? Ну, после Иволги мы расширяемся. У нас здесь была очень жаркая весна, очень жаркое начало лета. Мы провели первое крупное региональное мероприятие. Это фестиваль реформации доброты, где было больше тысячи участников, включая ребят с инвалидностью, воспитанников детских домов. Мы ездили в Анапа, в Всероссийский детский центр «Смена», где провели свое первое федеральное мероприятие, первый федеральный инклюзивный бал, где были участники из порядка 30 регионов страны. Это было прекрасное зрелище. Представьте, исторический бал, костюмированный на берегу моря, там порядка 300 миллиметров для сосового пляжа. Это вечер, прожектора, горят свечи и порядка 300 участников. Да, к нам приходили ребята, рассказывали о том, как они проводят эти балы. И удивительно, что в первый раз тоже это все у нас в Самаре проходило на одной из площадок города, когда ребята, не стесняясь абсолютно, и так это было здорово на них смотреть, у нас был такой сюжет, когда все включились и все, мне кажется, получили невероятное удовольствие от этой и поездки, и баллы, собственно. Давай мы сейчас прервемся на телефонный звонок, у нас есть он. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Татьяна. Татьяна, скажите, пожалуйста, творить добро, у вас как-то есть такое направление в вашей жизни, что вы любите немножко сделать чего-нибудь хорошего, доброго? Ну, хотелось бы, я бы сказала, кому-нибудь, чем-нибудь помочь, по возможности стараемся. Ну, это хорошо. Самое главное, чтобы была поддержка и каких-то проектов, может быть, если видите, не проходите мимо. Всегда старайтесь как-то проникнуться, поучаствовать. Татьяна, давайте отвечать на вопрос, кто же сыграл роль дедушки в фильме «Дедушка твоей мечты»? Ну, мне кажется, на Якубовича похожа, дедушка этот. А, дедушка на Якубовича, но если только очень близко так присматриваться, присматриваться, чем же он похож на Якубовича, у меня вопрос-то. Вот с колбой, мне кажется, выдадут его. Ну, как вы думаете, в чем же там прикол-то всего этого фильма? Дедушка свалился на голову своих родственников. Интересно посмотреть? Ну, конечно, вы даже не догадываетесь, естественно, даже мысли нет. Ну, я тоже не буду рассказывать вам всех тайны этого фильма. Сходите, посмотрите, насладитесь нашей хорошей российской комедии «Правильный ответ». Действительно, нам Датьяна дала это Леонид Якубович. Спасибо большое. Ну что ж, у нас еще есть два билета, ну а это уже будет следующая часть нашей программы, нашего эфира. Когда держите ухо востро, следите за эфиром. Ну, а я же говорила о фотографиях. Мы сейчас будем смотреть фотографии с форума «Иволга-2015». Леша, рассказывай, что здесь и как. Давайте расскажу. Здесь мы видим, собственно, саму площадку, инклюзивный городок. Ну, всем нашим зрителям напомню, что это походные условия, это шатры. И многие в нашем регионе и в других регионах по-моему уже, в принципе, не представляли, как ребята на колясках, ребята на костылях смогут в походных условиях... А вдруг дождь, а вдруг грязь, да, и все такое. Да, так вот увидим. Вот это, собственно, наши шатрыны на заднем фоне. Здесь стоят наши участники инклюзивного городка. И к нам в гости пришла делегация из замечательного соседнего региона. Вот. Подружились, да, все? Да, ребята очень сдружились. Сейчас тут активная переписка в социальных сетях. И меня, честно говоря, заваливает просьбами сделать в следующем году такую же площадку, но побольше. Чтобы приехало не 20 человек, а где-нибудь 100 хотя бы. Ого, вот это замахнулось, это очень здорово. Конечно. Чем занимались ребята, когда они были не на проектах? Ну, в частности, видели вот такую же живность замечательную. Кого-то только не было, там хорьки были, и птички, и змеи, и всякие другие существа, лягушки квакали. Ну, змеи не находили, зато были у нас журавлики. Это к нам в гости пришла китайская делегация, принесла нашим участникам журавликов с пожеланиями удачи, здоровья. Это фотография на фоне замечательного крейсера. Он к нам подплывал 22-го числа. В день памяти, да? Да, у нас был спуск на воду, вот. Но, как видите, ребята имели возможность дойти даже до воды, хотя бы немножко окунуться, посмотреть, охладиться. Не скучали, я к тебе лежу. Да, я специально отобрал фотографии не только с занятий, но живые, показать, что молодежи действительно есть чем заняться, отдохнуть, насладиться. Вот это Екатерина Сисизова, наша финалистка смены «Ты предприниматель», она заняла первое место. Какой же проект она представляла, не помнишь? Кабинет помощи реабилитации. Она сама уже действующая предприниматель, ей нужно достаточно дорогостоящие оборудование для реабилитации инвалидов. Она подала проект на это расширение, и он был поддержан на самом высоком уровне. Ну, конечно, хороший проект, интересный. Молодцы. Ну, с Николаевым Ивановичем, который лично общался с нашими участниками. Вот, это очень здорово, когда верхи оказывают такую поддержку. Причем не на бумаге, а личную. Это Юрий Голубев, чемпион мира по бодибилдингу, наш очень хороший знакомый, не первый раз с ним видимся. И в этот раз он оказал нам честь и пришел к нашим участникам. Вот. Просто фотографии из жизни. Отдых, обед, скоро на пары. Скоро я стану не улыбчивым и строгим, буду всех выгонять из шатров учиться. Ну, фотографии из дискотеки. Это было масштабно. А ребята из каких регионов были представлены? Ну, помимо Самарской области, это Пензенская, Нижегородская, Татарстан, Мордовия. Ну, в общем, все регионы Приморского федерального округа. Да. Вот Ольга Артамонова, наша участница смены культурной бумпы, проводила свои мастер-классы на Юлке. Она занимается лепкой из полимерного пластика. Не будет ли у вас какой-то встречи, там, зимой, может быть, осенью, не планируете собраться, съехаться, встретиться где-то? Обязательно, когда будем готовить уже следующие Волгу. Ага, то есть следующие Волги быть. Конечно. Ну, телегу будем готовить зимой, поэтому в январе начнутся первые встречи. Ну, а какие-то сделали вы, может быть, выводы, что нужно, что не хватает, что, как бы, будете делать, обязательно не было в этом году? Расширяться будем. Ну, это мы уже услышали, что человек что-то, как минимум, Леша замахнулся. Это здорово. Очень постараемся, да, вам первым, публично, открывая вот этот маленький секрет. Ну, небольшое оргсоврание, что все на пары, все на пары. Да, почему-то это около души происходит, да, если я не ошибаюсь. Как, кстати, реагировали другие участники форума на ребят, которые все-таки были с ограниченными возможностями здоровья? Помогали ли они, может быть, подходили, советовали или как-то вот? Я приведу маленький пример. Давай, это всегда. На самом деле, это секрет, он довольно смешной. На Иволге у наших ребят на колясках появилось такое выражение «рыбачить». Ну, то есть им не всегда хотелось, ну, им хотелось общаться с разными людьми, вот. Не хотелось всегда дергаться от них, хотя и инструкторов, которые приносят еду, там, занимаются шатрами и так далее. Поэтому они выходили на дорожку к шатрам и просили просто мимо идущих ребят их подбросить до шатров. Вот, и, о, Таисия встала около дорожки рыбачить пошла. Рыбачить, ловить, да, себе? Да, поймала парня красивого, все, ушли на занятия. Вот, замечательно относились, всячески помогали, причем совсем. Вот девчонки идут с воздушного шара, где их на руках поднимали, сажали на стульчик, держали и поднимали на воздушном шаре. Так что, ну, такого хорошего, замечательного отношения я на Сельгере не видел. Ну, в принципе, получается, что каждый из них еще какой-то проект, да, свой представлял, защищал. Какие результаты? Есть ли люди, которым хочется похвалиться, может быть? Кто кроме финалистки, ты предприниматель, каких-то достиг, может быть, какие-то подарки получили, путевки куда-то? Да, нам здесь есть чем гордиться. Всего у нас было 19 человек, они представляли 13 проектов. Поскольку можно было вдвоем представлять. Из 13 у нас 6 проектов прошло на федеральный этап. То есть прошло региональный отбор, стало претендовать на поддержку и в своих регионах, и финансирование на Иволге. И два наших проекта выиграли, как конвейеры Иволги, и получили грант общей сложности на полмиллиона рублей. А что за проекты? Это Екатерина Сизова, как кабинет помощи реабилитации на расширении, на новое оборудование. Замечательно, что так получилось. Это единственный такой кабинет вообще в Самарской области, если не в ПФО в целом. И то, что она сможет закупить самое новое замечательное оборудование, позволит обращаться к ней людям на ранних формах инвалидности. Что раз произошло несчастье, в этом случае человека нужно срочно реабилитировать. Хотя у нас, к сожалению, в регионе недостаточно и аппаратов, и больниц, и всего остального. Но лишним не будет. Конечно, это будет в десятки, если не сотни раз дешевле, чем ехать куда-нибудь в Израиль реабилитироваться. Это первый проект, наша гордость. И второй проект, это Анна Паджакидзе. Она выпускник нашей инклюзивной школы журналистики, где инклюзивный клуб «Добровольцы» получил ребят в взаимодействии со СМИ, написанию статей, фотографированию. Анна выпустилась из школы как раз в мае этого года. Накануне Иволги. Написала проект. Так. И выиграла 200 тысяч рублей на региональную школу журналистики, чтобы можно было съездить и в Тольятти, и в Сызрань, и продолжить обучение для ребят в Самаре. То есть, в принципе, молодцы девчонки и парни, тоже, в принципе, подружились все и получили какой-то опыт несказанный. А кто, может быть, еще приходил к вам в гости, кроме вот чемпионов в спорте? Какие-то, может быть, были встречи у вас удивительные? Да, у нас каждый день фактически были веб-бойсти. Многие просто хотели заглянуть лично на чай после лекции, пообщаться с ребятами. Например, к нам заходил Барри Алибасов-младший. Эксцентричный шоумен. Известнейший, эксцентричнейший предприниматель, шоумен. Я ему, честно говоря, поражен, как он может держать свою харизму целый день. За нее держится, за харизмой. То есть, он отработал пять часов, что-то съел, какую-то тарелку к кашу, и ушел к нам общаться, и час еще общался с нашими участниками. Вот, заходили к нам и актеры различные, например, главные актеры сериала «Универ». У нас были и официальные важные гости, это и депутаты Государственной Думы, это члены Общественной Палаты Российской Федерации, это уполномоченные президенты в Приворском федеральном округе, это наш замечательный губернатор Николай Иванович. Всех ждали с распростертыми обедями, с чаем и печеньками. Конечно, у нас всегда была резервная пачка печенья, и все всегда знали, где стоит чайник. Ну, доходило вплоть до того, что, скажем, время четыре часа дня. Попить ли чайку? Вот, ну, я там где-то отдыхаю, дремлю на кровати, потому что так получилось, что две ночи до этого вообще не спал, тут спроводил на лекции, ну, лег полежать. Ко мне забегает в тюрьму, и, Алексей, гости идут, вставайте. Чайку? Вот я кепку, так, чай составлю, здравствуйте, мы вам рады. Надо же встречать, надо показывать. Конечно, конечно. Ну, в общем-то, друзья мои, если вдруг вы сейчас заинтересовались этим проектом, этим направлением на Иволге, я думаю, что, ну, чего сидеть дома, давайте объединяться. Есть такие же люди, которые могут вам помочь, могут помочь, если у вас какие-то есть проекты, советы и так далее. Где, Леша, вас найти вообще можно в ваш инклюзивный клуб? Очень просто. Мы располагаемся по адресу Фрунзе 67, вот, офис номер 31. Вот, работаем обычно часов с 10-11 и до познать. За советом, за помощью, просто пообщаться, можно прийти? Конечно, да, мы всех ждем, всем рады, ищите нас в социальных сетях, инклюзивный клуб добровольцев, там же выложены все контакты, и телефон, и e-mail, вот, никого не оставляем без внимания. Без ответа. Мы стараемся отвечать и на почту, и на телефонные звонки, и на сообщения ВКонтакте, и на голубинную почту практически. Если присылают. Ну, и расширяем Иволгу 2016 уже. В следующем году Алексей пообещал как минимум 100 человек. Я думаю, что это обещание вполне выполнимо и с вашей помощью тоже. Леша, большое спасибо, что пришел. Но у нас впереди, как я и обещала, гости из Тольятти. О своих проектах, о своих победах будут рассказывать уже они. Я же напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. И также напомню, друзья мои, что лето продолжается. А значит, продолжается и наш конкурс. Лето вместе с телеканалом Самара ГИС и газетой ВАБАНК. Приз, путевка, круиз. Если не верите, что такое возможно, можно уже зайти на наш сайт, в нашу группу. Там есть первые фотографии уже победителей. Свои призы они забрали. Там довольные, счастливые, с билетиками стоят. Так что, если вдруг есть желание отправиться в круиз, можно сделать летнюю отпускную, отдыхающую, расслабленную. Любую фотографию с вашими животными, домочадцами, кем угодно, где угодно. Главное, чтобы в кадре присутствовала газета ВАБАНК. Выкладывайте на нашем сайте, выкладывайте в группе телеканала Самара ГИС. И ждите результатов. Нет проигравших, есть только хорошие, счастливые, отдохнувшие лица. Перейдем на вторая часть программы. Тема «Поколение добра» продолжается. Слава солнцу, слава миру. Слава песни, радость милой. Нам прославить радость милой. Молодь себе, молодь себе. Прославим радость на земле. Эта песня парализовала движение по одной из улиц Зальдзбурга. Самарский хор исполнял ее прямо перед домом Моцарта и собрал вокруг себя австрийцев, очарованных голосами поволжских исполнителей. Хоры рукоплескали также в Ватикане, Греции, Германии и Австрии. Наш хор «Золотая лера» медицинского, аэрокосмического. Были в Вене на конкурсе «Орфей». Аэрокосмический занял первое место, медицинский – второе место. Хор «Золотая лера» первое место. И сводный хор, где мальчики и девочки гран-при заняли. Тогда четыре коллектива приезжали. Это была вообще сенсация в Вене. Газеты все писались. Из Самара хор приехал, заняли все призовые места. В Волгограде концерты проходили под открытым небом в местах боевой славы. Выступление на Мамаевом кургане запомнилось больше всего. В первых рядах среди зрителей – ветераны Великой Отечественной. Это очень было волнительно. Но когда вот приехали и спели, то есть это ощущения непередаваемые. Нам очень понравилось. Да, вот когда пели действительно на Мамаевом кургане, когда видишь вот эту всю обстановку и сразу наворачиваются слезы на глазах. Ну, спели и все аплодировали, были тоже тронуты нашими произведениями. Майский вальс. Поклонимся великим тем годам. Песни военных и послевоенных лет, грустные и веселые, торжественные и повседневные, услышали волгоградцы в исполнении Самарского хора. Песни не смолкали и на теплоходе по пути домой. В окружении таких творческих людей легко рождаются новые идеи. Мы сейчас на теплоходе говорили, а там уже были и другие представители, вдруг к нам пришли и говорят предложение. Владимир Михайлович, а у нас есть предложение. Давайте мы сделаем объединенный хор городов по Волге. Вот понесем эту идею и дальше. Может быть и такое сделаем. А запоет Самара, запоет вся страна. Владимир Ощепков только рад поддержать интересную идею. И возможно скоро мы действительно услышим многоголосье всего по Волжье. Тема нашей программы сегодня «Поколение добра» и наш эфир продолжается. 202-11-22, телефон, звоните, если есть возможность сейчас кого-то поблагодарить, выразить какие-то слова. Или просто вы увидите знакомые лица, и это я сейчас передаю большой-большой пламенный привет в Тольятти. Потому что именно оттуда приехали к нам сюда в эфир наши гости. Давайте знакомиться. Это руководитель социального проекта «Человек к человеку» Александр Архипов. Здравствуйте. Здравствуйте. И координатор наблюдательного совета социального проекта «Человек к человеку» Наталья Помилова. Здравствуйте. Ну что, мы сейчас в прямом эфире. Задавайте свои вопросы, звоните, не стесняйтесь. И буквально вдогонку к нашему первому вопросу о фильме «Дедушка твоей мечты», «Моей мечты», уж у кого какая мечта, еще один вопрос, внимание на экран. Мы видим кадр из этого фильма, и там видим, собственно, героя, который сыграл главную роль в фильме «Дедушка моей мечты», Леонид Якубович. Но все же рядом с ним стоит тоже персонаж этого фильма и в исполнении Николая Добрынина. Мы его видим сейчас. Угадав, какое словосочетание персонаж Николая Добрынина выиграл суперигру в телеигре «Поле чудес». Ну тут только вам, ваша интуиция в помощь. Это манная каша, сладкая вата или гречневая лапша. Вопросы от наших партнеров киноцентра «Киномечта» вам пригласительный на двоих будет в качестве правильного ответа, если вы дадите правильный ответ, подарок вот такой. Звоните, ждем ваших звонков. Ну, а я вопрос к ребятам. Как у вас там с добровольством-то в Тольятти? Хорошо. Все хорошо? Развиваем, да. Развиваете? Что интересного? Как живете? Может быть, какие-то у вас удивительные проекты, направления? Как на Иволгу съездили? Ну, хорошо, я съездил на Иволгу. Мне очень понравилось. Был я там в первый раз. Мне понравилось, конечно, 10 дней, на мой взгляд. Это немножко долгое, может быть, я думаю, 7 дней было бы. Но, с другой стороны, была возможность пообщаться с очень интересными людьми, с экспертами, с депутатами, с Николаем Ивановичем Меркушкиным, с актерами. Это было очень интересно. То есть была возможность рассказать о своем проекте. То есть не только поучаствовать в конкурсе проектов, а приобрести знакомство и получить поддержку от каких-то людей, которые занимаются деятельностью в органах власти. То есть это полезно для вас было? Я тоже искала о нашей деятельности. Она эту работу тоже поддержала, обещала сестерам тоже помочь. То есть действительно большая поддержка. К Буинге Андерсону подходили, тоже просили транспорт для нашего проекта. Ну, будем ждать, тоже обещала помочь. Посмотрим. О проекте расскажут нам ребята чуть позже, пока же время телефонного звонка. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Эльвира. Очень приятно. Эльвира, как давно вы были в кино? В кино я была, наверное, месяц назад. Ну вот как раз у вас сейчас представляется такая возможность сыграть со мной в такую игру. Отгадать, в общем-то, и надеюсь, вам повезет. Итак, угадав какое словосочетание персонаж Николая Добрынина выиграл суперигру в телеигре «Поле чудес»? Манная каша, сладкая вата или гречневая лапша? Я думаю, гречневая лапша. А вот неправильный ответ – нет, к сожалению, нет, друзья мои. Два еще варианта есть. Это манная каша, сладкая вата. Давайте, пытайтесь, тут ваши интуиции вам в помощь. Если не смотрели, в принципе, так и есть среди большинства. Ну, только если угадаете. Получите билет в киномечту на двоих. Ну, все, ждем ваших звонков. Звоните. Наталья, ну, как вообще так получилось, что вы попали в такое движение, в такой добровольческий проект «Человек к человеку»? Ну, я узнала из социальных сетей об этом проекте. Социальные сети – наше все. Да, социальные сети – наше все. Вся жизнь практически, там можно все узнать. Вот. Обратилась к Александру, познакомились. Хочу помочь, да? Да, хочу помочь, да. Первая моя помощь была в том, что я привезла расходные материалы для мобильного пункта. Вот. А дальше уже пообщались, и стало понятно, что нужно продвигать проект, нужно привлекать новые лица. Средства. Средства, лица, ресурсы. То есть, вовлекать как можно больше. Раньше не занимались никаким таким видом деятельности? Нет. Для меня это новое. Ну, вот решила, у меня как бы свободное время, я в декрете с маленьким ребенком, плюс очень много знакомых, как бы и в бизнесе, и депутаты, то есть, возможности есть. Вот решили создать наблюдательный совет, чтобы помогать тем, кому это нужно. Тем, кому это нужно, да. У нас все же есть звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Светлана, вы везучий человек? Ну, в большинстве случаев, да. Ну, я надеюсь, вам повезет сегодня. Так что же за словосочетание было в финале суперигры, как раз-таки, который принес приз нашему герою сегодняшнему? Может быть, это сахарная вата? Нет, это не сахарная вата. Тогда получается, что у нас сегодня этот вопрос снимается. Это правильный ответ – манная каша. Но я думаю, что, может быть, может быть, я, как бы, на следующий эфир не буду переносить этот вопрос. Мы разыграем пригласительные билеты на фильм «Дедушка моей мечты». У нас в группе программа «Универсальный формат». Сразу после этого эфира заходите в группу, там будет задан вопрос. Кто первый угадает, тот и пойдет на этот предпремьерный показ фильма «В кино мечту» на двоих. Дерзайте, друзья. Удачи. Спасибо за звонки. Я же, давайте, наверное, попрошу вас рассказать о вашем проекте более подробно. Что за проект «Человек к человеку»? Это проект, который направлен на оказание помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В том числе людям, которые оказались без крыши на головой, людям бездомным. В Толете такие люди есть? У нас по разным оценкам от двух до трех тысяч человек бездомные. И где-то они живут в Толете, да? Да, но бездомность, понятие, очень такое обширное. То есть есть бездомные, которые действительно живут и в лесу, и в подвале, и на чердаке. А есть, например, скрытые группы бездомности. В основном они состоят из женщин, они стали бездомными, в основном по причине развода, выселения какими-то своими родственниками, родными, конфликтами, домашним насилием. Женщины, допустим, они более активно себя проявляют, они могут по подружкам жить. Но они находятся в группе риска, то есть у них не хватает денег на какую-то аренду. Часто такие женщины с детьми. Есть категория бездомных, это лица, которые вышли из мест лишения свободы. И некуда, да? Около 15 процентов. То есть они вышли, жилья нету, либо и не было. Либо умерли родственники, а каких-то, может быть, навыков нет профессиональных у них. И им проще совершить какое-то небольшое преступление, да, для того, чтобы вернуться обратно. И мы об этом говорили и с начальником МВД Гудилиным в Тольятти. То есть идет рост преступности, когда мы обсуждали эту проблему на форуме с Хейнштейном. Он тоже отметил эту проблему и обещал посодействовать. У него тоже, он такую работу проводит. Вот мы хотим, кроме той работы, которую сейчас проводим, сделать некую систему помощи бездомным в формате социальной деревни. То есть центр, где люди могут получить временное жилье, работу, сопровождение, там, помощь психолога, помощь кадровой службы и полноценное сопровождение. На данный момент, вот мы, у нас есть мобильные пункты, то есть мы выезжаем на улицы города, раздаем горячее питание, оказываем информационно-правовые консультации. У нас есть центр помощи вещей, то есть можно прийти, получить чистые, достаточно хорошие вещи. Есть центр бесплатной правовой помощи, потому что очень много вопросов по юриспруденции, что делать, документы, много очень жилищных споров. По статистике некоммерческих организаций, около 25-30% бездомных оказались именно по причине мошеннических действий, незаконно выяснили. По незнанию. Некоторые имеют прописку, но их не пускают домой родственники. С ума сойти. Такое, к сожалению, да, сплошь и рядом творится. Наталья, ну вот не было страшно это все так вот погрузиться, потому что все-таки ответственность своего рода тоже есть. Вы берете на себя ответственность помогать людям, которые в этой помощи нуждаются, и один раз прийти, а потом не прийти, тоже так нельзя. Вот как с этим тут быть? Нет, я чувствую, что это важно, это нужно, что проблема острая на самом деле. Ну а вот какие чувства? Вот первый раз вы поехали как-то вот пообщаться. Чувства? Почему-то у меня чувства, кто если не я. То есть я могу, у меня есть для этого способности, возможности, хочется помогать. Ну давайте смотреть фотографии. В принципе, я так понимаю, это фотографии одного дня, когда вы выезжали куда-то в Тольятти. Рассказывайте, пожалуйста, ребят. Ну мы каждую неделю сейчас выезжаем в районы города раз в неделю, раздаем горячее питание. Хотим, конечно, ездить больше и чаще, но это зависит от того, сколько у нас будет партнеров. Какой-то бизнес нам дает еду, какой-то транспорт. Вот этот мобильный пункт работает в автозаводском районе. Там очень большое количество. Еженедельно мы кормим, ну за один выезд, от 80 до 120 человек. Был как-то пик, человек 140-145 пришло. Большинство из них, процентов 70, действительно бездомные люди. А остальные? Остальные приходят одинокие. Люди, допустим, которые попали в трудную ситуацию. То есть у них, допустим, денег мало. Бедные люди, да. Инвалиды приходят, приходят пенсионеры. Интересно, кстати, вот бабушки приходят, пенсионеры, они еще одновременно инвалиды. Берут порцию для себя, еще пару порций в лоточек складывают. Это вот у нас там лежащие ветераны есть, мы вот им отнесем. И такие есть разные. То есть вот это вот одна из точек в Новом Городе. Вот это женщина-ветеран, она берет пирожок, кстати, пирожки. Если горячий суп и чай нам готовят столовая, хлеб тоже столовая дает, и завод нам наш помогает с хлебом, то пирожки пекут девушки, женщины, то есть откликаются в социальной сети. Мы можем помочь. То есть домашняя еда получает? Ну да, мы там блинчики можем сделать, то есть пекут по 50, по 80, по 100 пирожков. Это вот бездомная женщина. Как бы понять, как бы человек пришел, извините, я это слово скажу, на халяву поесть, или все-таки действительно всех пускаете? Ну, по нашему опыту, опыту других организаций, которые в России подобной деятельностью занимаются, по визуальным признакам, как определить человек там, условно, на хлебник, то есть, да, тот просто пришел покушать на халяву, или он действительно нуждается в помощи. Мы не определяем, то есть мы не спрашиваем документов, покажи что-то, докажи что-то бездомное. Да нет таких документов. Да, хотя мы в рамках такой работы с ними общаемся, неконкетирование проводим. То есть мы, кроме оказания экстренной помощи, мы изучаем проблему, потому что про бездомность очень мало информации у некоммерческих организаций и у государства в целом. Исследование, которое было вот межрегиональное, проводили некоммерческие организации. Государство не знает о бездомности практически ничего. Мы спрашиваем, как вы попались в ситуацию, да, что вы хотите, в чем вам помощь нужна, кто-то скажет, тут документы, или помогите, дайте, много говорят, работаю. Вот мне даже еды не надо, работаю, есть работа. И мы все больше и больше понимаем и приходим к тому, что нам необходим центр, в котором человек может получить временное жилье, какую-то временную работу. Ну, опыт подобных программ, там, длится примерно год. То есть он год проживает, работает, его сопровождают. То есть есть психологи, потому что по нашим исследованиям, если человек находится в таком состоянии полгода, год, его бросили, он оказался на улице, его обманули, у него в голове происходят такие изменения, которые ему не позволяют, ну, самому выбраться. Не сказать, что это депрессия, но это вот отчаяние. Такой круг замкнутый получается. Да, мы когда, допустим, точку разрабатываем, мы приезжаем, мы будем к вам приезжать каждую неделю, по средам, в три часа. Хорошо. В следующий раз приезжаем, что-то людей не прибавилось. Нет, он есть, не прибавился. Я говорю, вы своим друзьям рассказали, да, рассказал. Они спрашивают, они говорят, либо это какая-то чушь, то есть не верят, либо, значит, вы, наверное, какая-нибудь секта. Вот два варианта. То есть не верят. То есть люди могут просто добро делать, потому что они чувствуют, что это нужно? Что-то надо. Я говорю, нам ничего не надо. Мы не секта, просто раздаем еду. На прошлой неделе открыли новую точку в центральном районе, около торгового центра. Там есть два, ну, одно неблагополучное общежитие, и такие дома, то есть там... У нас минутка остается. Да. Саша, скажи, как вас найти? Пришли 30 детей, не взрослых, взрослые пришли, дети пришли из этих неблагополучных семей. 30-35 детей ему накормили. Как вас найти в Тольятти? Ну, есть группа ВКонтакте, человек, человеку, реализует его некоммерческая организация, открытая альтернатива. То есть если в гугле вбить, открытая альтернатива, там сразу вылезает. То есть если... Там и адрес, и телефон, чтобы долго не диктовать. Там все есть. Понятно, Наташа, но рекомендуете присоединяться? Да, конечно. Хочется? Хочется побольше, да, побольше партнеров. И не только в Тольятти, друзья. Давайте включайтесь, если какая-то информация вас интересует, есть сайт смены Иволги, поколение добра РФ, ищите там всю информацию, и, конечно, не будьте равнодушными, это самое главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова